Что могу я, родившийся в веки другом и в ином изменившемся мире, Попытаться услышать хоть шурах шагов, только отзвук, застывший на лире. Автор этих строк Лариса Косач, более известная нам как Лесси Украинка, писательница, переводчица и культурный деятель. Здравствуйте! И вновь мы здесь, в украинской хате. Творчество Лесси приходится на конец 18-го, начало 19-го века. Писала она в самых разных жанрах – поэзии, лирике, драме, эпосе, прозе. Она активно участвовала в украинском национальном движении и замечательно пела. Более 200 народных мелодий записано с ее голоса, в том числе колыбельных. На Украине процесс укладывания малыша спать был целым ритуалом. Младенцы всей семьей купали в воде с травами, надевали сорочку. Люди верили, что орнамент на груди защищает душу, по вороту – головушку, а узоры на манжетах придают силу ручкам. Не менее серьезно, на Украине подходили к выбору самой колыбели, или колыски, как ее называют в народе. Люлька-колыска на Украине была разная. Были с потолка, вешали зыбки. И была вот такая колыска-качалка. Для хлопчиков, для мальчиков, на Украине рабыли из дерева дуба, чтобы он рос крепким, сильным и здоровым. А для девочки плели из прутиков березы, калины, как корзину, чтобы она была красива, счастлива, стройная, гибкая, как березка. И вот наступает черед вечерней песни – добрый, нежный, неторопливый колыбельный. И что интересно, в украинских колыбельных никогда не звучит тема запугивания. У моей Дони очень отосонний, Рученьки мовата, Хочет Доня спать. Наконец младенец заснул, и есть время что-нибудь приготовить. Например, настоящий украинский борщ с чесночными помпушками. Со мной повар украинского подворья Сергей. И Сергей, что мы берем для приготовления борща? Для традиционного украинского борща нам понадобятся свежие овощи. Подается он с помпушками и с мальцем. Это сало, растертое солью и чесноком. Начнем мы с пассировки овощей. Мы берем лук, разрезаем его пополам. Давайте вам помогу. И нарезаем полукольцами. У вас получается гораздо профессиональнее, чем у меня. А по-украински лук будет цебуле. Затем мы нарезаем морковь тонкой соломочкой. Скажите, а в чем секрет наваристости борща? Нужно взять хороший кусок мяса. Обязательно туда нужно положить берцовую косточку сахарную для наваристости. Дальше мы это должны все поставить, пассироваться. Изначально мы забрасываем морковь по нарастительному маслу, обжариваем их. Потом добавляем лук. Свеклу нарезаем мелкой соломкой. Очень важно при тушении свеклы добавить капельку уксуса, сахара и соли. Чтобы свекла не потеряла цвет. Капуста тоже у нас шинкуется. Не длинной соломочкой. Размер приблизительно, чтобы она не свисала с ложки. Картофель мы нарезаем соломочкой. В конце варки добавляем для аромата болгарский сочный перец. После перчика нарезку помидора. В самом конце за 5 минут до готовности. Что может быть лучше, чем вечером после работы отведать вот такого наваристого борща? Он и настроение поднимает, и силы придает. Как говорится, смачного. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова